Восправительный учреждение Если мы обратимся в такой экскурс в истории нашего Отечества, то можем сказать, что в царских тюрьмах всегда следили за духовно-религиозным и физическим здоровьем арестантов. И поэтому государство всегда старалось сотрудничать с благотворительными организациями и с Русской Православной Церковью. По благословению митрополита Тульского Ефремовского Алексея, чьи освящение совершил благочинный церквей по новомосковскому и куркинскому округам архимандрит Лавр. В сослужении протеерии Игоря Бабухина руководитель отдела по взаимодействию с пенитенциарными учреждениями Тульской епархии и духовенства отдела. ПЕСНЯ 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 Чтобы вы этот день запомнили, какие слова вам сказать в этот день. Вы знаете что? Я хочу вам сказать. Христос воскресе! Воистем воскресе! Христос воскресе! Сегодня действительно воскрес наш храм, святители чудотворца Николая, с чем я вас еще и еще раз поздравляю. Желаю всем вам доброго здоровья, милости Божьих, всем вашим близким, всем вашим родным, всех, за кого вы переживаете, думаете, за кого молитесь. Дай им Бог всем доброго здоровья и вам тоже. Храни вас всех Господь! Я вот еще раз благодарю тех ваших ребят, людей, тех, кто не пожалели своих денег, не пожалели своего спокойствия для того, чтобы благоукрасить вот этот храм. Я сегодня хочу благодарственные письма вручить тем осужденным, которые, в общем-то, участвовали в благоустройстве этого храма. История храма начинается в 1998 году, когда на территории колонии была возведена небольшая деревянная часовня. Позже нашлись люди, которые не только спроектировали, но и приложили немало усилий для того, чтобы купола Божьего дома служили осужденным маяком на пути к исправлению и к Богу. Значит, мы общиной приняли решение о том, чтобы существующий храм расширить. Так как у меня был опыт проектирования и строительства до этого, не только храмов, но и зданий и сооружений, опыт строительства, то такая честь выпала мне. Я запроектировал, и потом, слава Богу, удалось организоваться и своими силами профинансировать и построить пристройку к существующему храму. В результате у нас получилось, по-моему, неплохо. Площадь у нас увеличилась для прихожан в три раза практически. Сейчас я посчитал специально, было интересно даже, сколько же людей поместится. И насчитал, что сегодня у нас на службе было 62 человека, и в принципе не было такой тесноты, как было до этого. Это просто радует. Особо, конечно, еще хотелось поблагодарить ребят, которые здесь работали, все работали дружно. И самое интересное, что как бы на одном дыхании, на подъеме, и нам удалось построить все, что здесь есть, нам удалось построить за три с половиной недели. За божественной литургией исповедовались и причастились 30 осужденных. Руководство колонии убеждено, что веру людей в Бога или хотя бы присутствие храма в исправительном учреждении благотворно воздействует на души осужденных, положительно сказываясь не только на тех, кто посещает храм, но и в целом на оздоровление климата колонии. Попадя сюда, в нашу уголовную систему, отбывая наказание, только тогда, наверное, человек понимает, что необходимо во что-то верить. И придя сюда, он начинает верить в Бога. И благодаря вот таким осужденным, которые искренне верят в Бога, нам проще с ними работать, потому что они являются нашими помощниками. Ну и, наверное, придя к Богу, уже выйдя из мест решения свободы, они на свободе занимаются, наверное, какими-то нормальными такими делами. В послании к Коринфянам апостол Павел говорит «Где Дух Святой, там и свобода». Эти слова помогают понять осужденным, что человек может находиться где угодно и в каких угодно сложных жизненных обстоятельствах, но постигая и принимая Святого Духа, он может обрести свободу высшего порядка, свободу быть с Богом.